Продолжение следует... 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 патриотизм. Конечно, хуральне ствердили, что это милость до ойчызны, но глубже не потратили говорить, чем патриотизм в их молодом жизни должен сехать и как в способ практичный должен перекладать себя на жизнь. То есть, чем есть патриотизм, который, наверное, функционирует в сезах, а мне его где-то в сердце. Какие с те пропорции? И обе он не появился только на сетандарах каких-то радыкалных групп, но и однако всех полагов, потому что ойчызна это наш спорный обувиензик. Мои дорогие гости, czy полцы, понимая, что это патриотизм и какие поставы должен родить в сердцах каждого обывателя? Czy полцы, здая себе справа, чем должен быть патриотизм для них? Может, заним так глубже будем доходить до этой wartoсти патриотизм, скорзстам. Может и с той рацией, что это латами старше, я здесь от обычных в студию, нех себе не гниваю. С той рацией, что день сегодня, 16 листопада, а 16 листопада то есть Матки Божьей Остробрамской, Матки Божьей Милосердия. И вот я хочу на початок зацетовать, на певно знана Матком, Матком поднесем опеки и лонг зелоных, и квиатов, и сребрестых пул, и т.п. Но мы говорим о том, что ты нас поврочишь чудом на ойчизнэ лоно. Ойчизна, патриотизм. То есть власть в этот проблем ойчизны. Зразуметь доброе ойчизнэ. Поверь, что ойчизна то есть дом родинный. Дом родинный, в котором себя взросла. В котором человек не только спожива и убирася. Но дом родинный то есть также матка, ойчек, родственство. Дом родинный то есть также великий процесс эдукации, выхования. Чем мы там запречить? А ведь какой-то первый ржут, хоть бы в опорции о том, мотто зачерпнитое с пана Тедеуша, дает нам возможность веще в глуби, в розумение. Может еще иначе в тракте нашей разговоры мы могли подъйти до этого загаднения. Но кажется, что первое спожирение, патриотизм. 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 Патриа. Патрия. то есть отец также. А отец родзикельство. А вот отец, матка, дети, дом родинный. Обо добре repше чему 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 должны разуме � и чему альным shouting чему чему 为什么 din народ? родственным. Но смотря на сегодняшних Полков, что понимают, что это патриотизм? Что в общем-то этим занимаются? Я думаю, что так, но здесь очень хорошо, что аккредит князь Патер привело в то глубокое поятие ойчизны в понимании дом родственного и в понимании ойца. Милость до ойчизны, но если милость, молодежь, например, и каждый Полаг, причинно даже думающий, понимающий, склата поятие ойчизны на две части. Милость до ойчизны. Ну то милость. Милость то есть намиетность. Намиетность такая сама, как ненависть, правда? То понимаем. Друга kwestия то есть właśnie милость до ойчизны. Что то есть ойчизна? Если есть ойчизна, то definиуем ее jako coś, что есть ближше аккратнее каждому из нас. Ойчизна то есть дзекство ойцов наших. А ведь я jestem сыном, я мам ойца. Отец pozostawia ми то, что есть найценнейшее, по то, чтобы я проехал по ним ту schedу, которую он мне оставит. И то называется ойцовизна. Але ойцов мы все. И те, все ойцовизны, становятся ойчизны. Если в этот способ будем ее тумать, то значит, что поятие ойчизны ойцовизны, то есть ойцовизны, ойцовизны нам ойцы нашим, а мы должны дарить эту шеду, которую мы оставили нам ойцы нашим, как то, что есть нам и ойцовизна. И ойцовизна стаеся ойцовизна нас всех. И че так даримы? Вдяже ми се, что так. Вдяже ми се, что так, подходимы стосовне до часов, неко звариованных, шибких, забеганых, с огромной массой средств, информации, но в глуби душ каждый jednak ест patriotом. То не ест так, что те вартости одошли целково в не память. Они выблакли в этой шаризне дня, в этой погони, в тем, что нас отачат. То действие страшно шибко. Мы не маем часу на рефлекцию. Такая рефлекция, как тут запрещеновал кс. Патер. Тего нам бракуе. А поятие ойцовизна неконечно musi себя спровадать только и улучшно до такой рефлекции при оказе Швейта Народового, при оказе 3 мая, чи 11 листопада, чи świąт костиелных по просто. То са такие ситуации, такие моменты, которые выволуют, как-гд-бы с наказу, наказуют нам рефлекцию, как-гд-бы, historyчную. И потом то ся спровадзла właśnie до такого historycyзма, правда? Czyli разważenia о patriотизме в категориях historyчных. И отразу муссом быть привлажены великие идеалы, авторитеты, Пиусуцкий, Дмовский, или Кроловой, Казимир Велкий, так или иначе, потому что они са авторитетами и о них говорим в контексте ойчизны. Но я думаю, что так не должно быть, потому что, если потратуем ойчизнэ не как прошлость, не только под кемом историческим, а как именно этого спадка ойцов, то тем авторитетом в первой колености должен быть ойчец. И питание, что этот ойчец приказал в этом своему деку милость до себе, до своей родины, а тем самым приказал милость до родины. То са стоимости, которые мусшо за собою корреспондовать. То есть, что вы думаете, что трва такая поколениова лекция патриотизма? Беремоць под увагу, так как пан профессор Луциан сказал, то дизейшее гоняне, может, может, мусшо консумпцијне, это правда. Может, оно rzeczywiście выблакло неко. Может, даже родители, которые что должны быть глубже оборудованием приказания этих целей, может запоминают подобные рации. Может также и школа менее указывает этих целей. То есть так улыпукла, может быть мало, потому что, опять же, вероятно, до этой спустизны, как это пан профессор сказал, этой схеды, этой ойцовизны, но это очень красиво. Это ойцовизна, что-то, что, powiedzmy, есть в заседании моего отбора. И даже, скажем так, нализано конечного отбора. Обовязку. Обовязку, потому что не доброе, если бы детство резыгнуло с целей, которые претендуют родители. То есть на то наш спорный оборудователь. Да, какой-то спорный оборудователь над то. Потом еще, думаю, нужно будет порусить несколько других еще аспектов, но обовидах. Обовидах, что, powiedzmy, что-то что-то творит. Может я привозу к памяти очень интересный такой момент из нашего дома родинного, потому что, я уже немного прохожила Второй войны. Например, как родители выкшелкали наши почуще родины, ойцовизны, ползки. Когда пришелся об оборудователь за оккупацию росыщей, то, что, конечно, в мешканиях должны быть портреты этих трех таких великих людей. Маркс, Энгельс и Ленин. И это могло быть. Но как можно было в этом нашем нашем mieszкании, где мы через лета крыкали, молились мы, был крыж, была фигурка Матки Божьей, были разные образы святые, и на раз там это треба было вздохнуть, чтобы повесить. То есть, сколько нужно было в силу родителей, чтобы мы это понимали, что, когда прийти какой-то отглос, что идет визита НКВД, чтобы вешать. Когда прийти, чтобы это вздохнуть и всадить за сафу. А ведь, кштование себя этого почуя уже ответственности, которая родила именно с приказом такого безпосреднего родителей. На pewno это был контрастный момент, но те моменты происходят на каждый день, также и в сегодняшних ситуациях. И это понаджище, потому что грустило смертью, когда бы что-то такое произошло. Так, так. Так, так. Это было так называемое окрещение на бялое недвие. То значит, я бы тут еще одну вопросу порушил. Отец сказал, что это вопроса этого дизитства, которое будет приказано. Пытание через кого? Я бы zwróciл внимание на то, что тем главным приказителем традиции и patriотизма есть родина. И это по-за вселенной дискуссии. Тут все начинало. Другая kwestия вопроса. Это отечения, в котором молодой человек взросла. Но наша родина уже немного другая , чем другая . Было то тепло, всегда сгаднени через ойца. Можно было уciec до дядка, до бабки. Они уже mieli więcej czasu, этой сиы, витрваłości до rozmowy. А по за тем и больше посетили контакту на этом pewnем уровне таких простых сформулирований с детьми. Как часто было так, что то дядек или бабка сиадали и оповиадали. А дети с захвытом сезали около дядка и слушали что он говорил. Домовые лекции historии. Oczywiście, что домовые лекции historии. И в этом моменте это децко кодовало себе заровно историю, заровно это учение и учение до дядка, до бабки, то тепло, которое тогда от них эманывало, оно си прикладало на свой край и на кштаутование этого właśnie учащения patriотизма. И это было такое присвважание себе patriотизму через тепло дядку. А в этой chwili дядков наиболее нистете не мало. В такой безпосреднии форме домовой выховавча а в этой chwили нужно zwrócić увагу как внучек до бабки впаде раз в тыг это с прощбой чтобы помогла финансово. Где есть это ощущение где есть час чтобы поразмавить на какую рефлексию. А та бабка очень хотела в этом моменте говорить. И попада в другую скраинность, потому что она хочет говорить, только что внучек не хочет слушать. И тут есть проблем, правда? Я может поможем такой шагу тоже с праци с молодежью академикой в Врославе в своем часе. Приходила до нас эмеретована уже тогда полонистка пани Janина Михайловска. И прошу помыслить как она вспоминала когда в доме дядкови отчитывали fragmentы из газет указываний повести Сенкевича. То есть стопни или крыжцы позволяем в отеле потому что они выходили частями в газетах тогда и это была какая-то снова велка лектора просто закерпнили нигде не в школе не поза но в доме в родственном в ближем этот сентимент и то доносие Тыдень temu rozmawialiśmy о проблемах в школе и тоже доходили до таких конклюзий, что родина является первым элементом выховывающим человека и так на самом деле школа отримает уже ученика с какой-то готовостью выхования и только шлифует. Здесь мы до того, что так само как поятие ойчызны улучшится с ойцем, так само и все равно это подкрощает теология, что понимание Бога улучшится с ойцем. И все равно вернемся к корени, вернемся к родине. Но опрошь родины, что мы подкрощили, кто еще должен быть ответственным, а кто еще сейчас выховывает до patriотизма? Кощество, школа, или какие-то другие институты, которые за это ответственны, или даже поносат ответственность, потому что разные могут это выполнять. Я думаю, что институты строфирующие за брак выхования есть много, но и людей, которые потратят критиковать, это всегда много, но и так всегда. Что этот хлопок до бича, который себя найдет, то будет дежурный и тем дежурным всегда будет школа. Но так не должно быть, потому что школа, значит, молодежь, это таким папирком лакмусовым, в которых живем. И не имеем претензий до молодежи за то, что она такая, как она является, что она была притлочена массой информации, взорками, которые абсолютно будут от нашей истории, от нашей истории. Что для кого-то авторитетом есть например Сильвестер Сталон или Шварценеггер, потому что он был большой, потратил забивать и так далее. Если он на такой папке был просто выхованный, а родители до этого допустили, потому что они позволяли oglądaть эту массу фильмов. Конечно, можно смотреть, но на засаде каких-то равнований. Не может телевизия, DVD, магнитовик застопить просто выхования родственного. А нистете так часто так часто стало. Школа на pewno ма тут огромную свою роль до исполнения. Але Школа Полска, я powiem кратко, моим здаем, jako научитель, а есть хора. Есть хора на бюрокраке, есть хора на ciąгые изменения, которые с лансованы через różного рода органы власти, ministerства. Я працюю уже 15-16 лет в школе. И та школа прожила стан ciąгой, такой, permanentной реформы. Тут есть ciąгло coś реформowane. Ну, не должно так быть. Не ма таких стаых, которые с темным вызначниками. И спроведение, например, поятия до патриотизма в школах, есть спроведано, по-первых, до лекции языка polskего, с другой стороны, до лекции истории, ну, третий, до годин выховавших. Других годин выховавших, на которых кажда школа должна иметь свой темат, при оказыве щелт народовых, мау, такое, ко не ко о патриотизме. То есть, что-то ценность должно быть всегда в школе. Зачнеми от постов, чи свидетельства науччителей, которые всегда будут они, что я использую поятия, ойцами в этом случае, а также где-то в��ки на шёрегу других лекций. Значить научитель, я всегда должен быть авторитетом для ученика, Потому что если учитель не имеет авторитета, то в общем не должен работать как учитель. Но мне кажется, что большинство польских учеников потратили себе этот авторитет выпраковать. Это огромное зло, которое произошло. Это невероятно гимназиум, с которым все не потратили себе поразить. Затем на группирование в одном месте детей о таких разнообразных веках. Но я могу говорить о своей школе, то о первом лике имени Русса Словакского. Это школа, которая имеет практически 380-летнюю традицию, поэтому этих взорцев, авторитетов, а также выхования патриотичного, ма naprawdę целое множество. Додам только, что мы единственной в поле школой, которая может быть такими абсорвентами, как например св. Ж. Sebastian Pelчар, или св. Зыгмут Гороздовский, кс. Или благословенный Бронислав Маркевич. Как на одну школу двух святых, один благословенный, то действительно это очень красивая ситуация. Но это тоже есть замечательные представители из пантеона, обручцев в среду писателей, маларей, людей, науки. Но очень часто это обычные, нормальные люди, которые до этой школы ходили, потом приказали pewną традицию, жизнь, также почувствие patriotyзму, которую później, может быть, не осуществляли в высоких каких-то стопах, науковых, генеральских, или литеральских, но приказали милость не только в своей ойчизне, но также в этом почувствии выховывали свои дети. И этого мы приклады, например, подчас вязковых абсорвентов, или даже читаясь листы, которые идут до этой школы. Потому что это целая, правда, церковь. То есть поколение оволюции. То есть поколение оволюции. Действительно. Хочем вспомнить телефон до студия и запросить Państwa до спорной дискуссии. Если бы кто-то хотел выповедить себя на темат patriotyзму или представить нам в собственную рефлексję, запрошу 016-67-67-0-0-0-0. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Продолжение следует... 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 Мы, какие скотки были тогда, когда, скажем, разбирали нашу ойчизну, заборы, а еще была какая-то еще мощность дополнительная. На pewno вера, на pewno здоровые традиции и обычаи. На pewno также в этом размере большая культура народа. Это широко разумiana культура. Прошу. И как Кощество всегда приховывал эту найглубшую традицию, найглубшую культуру и нероятно в истории был связан с patriотизмом. Ну, конечно, что так, только мы, как Полцы, то мы имеем такую mentalность, что как трога, то до Бога, правда? Как было очень плохо, то всегда, невозможно, Кощество стал, был тем бастеном, был тем опоком, о которой разбили себя разные, или позже на езды, или потом был таким резервуарем, сил, натхнением для противставления себе вселкему тому злу, которое нас отачало. Но как уже начинается волность, то настраивает отверт. Отверт от идеалов, от склонности до пощадки. В такой ситуации отверт от Кощества, а, кое-каке, тоже от Бога. И тогда те поставы, нистете, one są тумione przez tą папку комерцийную, которая есть на бежомости, которую możemy obserwовать. И мы волность. И волность есть такая, какая именно... В общем, я хотел бы запытать, czy волность приja patriотизмowi? Czy jednak так, как Полцы показывают в истории своего, изнания своего народа, что может быть какое-то загрожение, чтобы мы были patriotами, готовы, так до конца, готовы отдать, даже жизнь за ойтизну? Я думаю, что не шкоди, патриотизмowi, а то есть вопрос того, как себя его запаспадрует. Только, что если с definиции приймем, что патриотизм является то постава, а за хвиле твердимы, что патриотизм является то милость, то почему мы можем говорить о милости без почувствия, только спроводить ее до какого-то пояснения политологичного или социологичного? Если есть почувствие, если есть какая-то намиетность, то та намиетность должна быть. Здесь я мог бы слушать кс. Патриотизм долго и в общем не включать, только седеть и слушать. Но в вопросе этих постав, я бы тут, используясь то, что właśnie кс. Патриотизм говорил, как учитывать, как дать эту милость до ойчизны. Вчера вспоминали о родине, о на пылье роли дядков. Или не могло бы быть на пылье так, что в околицах свят народовых, если уже может быть в этом моменте такая нагонка на патриотизм, то, что на пылье дядь, бабка, не могли бы забрать внука, то, что внучка со собом где-то на спacer по улицам примысла на пылье, или прейси на цментарь, затримащи. През все гробы, в которых лежат аккратно богатери, участники разных постанов, которые были выразительно значены бяло-червоними порогиевками металовыми, на которых написаны с циферки, в которых, в каких выражениях эта особа брала удал. И такая, скажем так, лекция историй, пьянка погода на пылье, на пылье на пылье, и есть есень, альбо вспанияла весна, спacer, децко с дядком идти и се учи. Это не только спacer по Премыщу, а по целом Подкарпачиу есть такая живая лекция патриотизма, но тут пан порушил интересный вопрос. Почему? То, что люди старшие имеют глубже почувствие глубже в связи со своей ойчызной. Они, наверное, больше цехуются патриотизмом. Потому что, до этого, наверное, треба дојрзећ в миру пыву часу. Треба дојрзећ, так. И треба мить певне, еднах треба мить певне дојдчение. То дојдчение, на певно млодзејзь не беде мяла того дојдчения, поведемо, в власном еще закрасе, бо не ма киды. Але она, влајнне, млодзејзь, то дојдчение, еднах здобива от старших, чили от дому, посзерзлилијми о шкоуэ, посзерзаме также еднах о којцију. Я може тутеј притоксе, може то бедее кореспондујјце, таки фрагмент поези, фрагмент поези пана Лехоня. И тысь была теж меццами погањскими ранну, и вцијзь свечиш понад нами пренайсвіцца панно. И встаемы вцијз з попиоў, з појару, в цоплону. И ты всјстких нас поврўцеш на ојцизны лону. Ешче загра, загра хейнаў на марияцкей вејзи. Бендој слицијць, Л�вув и Вилно, крок наших жојнеж. Поднесеме то, ко легло, в војнной Кушаве. Збудујеме замек, вејкси, піјкнейши в Варшаве. И как в злотых дниах дзекињства, бјдземы слушали, тег дзвонка, сегнатурка, согнатурки, прапрашам, ко ће вејцьне хвали. Ян Лејхој, матка боска цэстохвска, oweń, вјдyeahјјінмеся, mor Blігаре ќэзь үказане, та темскенота и лејдно, и та ровночешне надзіја, кт Higherе, feet viewна он натискјтију, в какого-то типу загрошениях. Я думаю, что и сейчас наша ситуация, хоть бы в нашей ойтищине полоской, не бракует великих загрошений, которые должны привозить нас именно до этой важности. Которая то, что было красиво, то, чем любила молодежь. Наверное, powiedzmy, в харцерстве, в разных организациях, таких, powiedzmy, пул жоуниерских, как это было стоваршение гимнастычное СОКУ. Товаршисто гимнастычное СОКУ, Стрелец, СССР, парамилитарная организация. Учекло мне то, окресленное. Дякую, пани Лисиани. Парамилитарная. Сейчас не очень, скажем, молодежь гранит. Такое есть мои ощущения. А они мяли такие важности дисциплина. Поверь мне, скажем, что наше харцерство ЗХП не является тем скутингом, которое выросло в своем часе. Именно важность. Пол堤чные. Пов aliens. Политичные. Поверь, серьезные. bible-UE. То есть трудно, что buttons. Трудно в том числе, сильных долги. Повин ли мы нас Synчэться на жури политичные. Это правда. Но факт в том, apartа, есть. Если, скажем, если харцер, так говорим, так как это было в праве харцершем, не пили, не пили, заховывали культуру, культуру между хлопцами, и то зухие, не зухие и высшее, культура также и в закресе в отношении до харцерок, czyli до дружин, не до помышления было, чтобы урожать обуз под одним из-за намиотами. Каждый, а то так же в этом направлении. Может быть, но это есть одна культура особая. Кажется, потому что привыкли мы организации, которые в какой-то способ преховывали, но очень глубоко этот патриотизм и учили, и выховывали до этого патриотизма. И кс. тут всказал, что бракует этого сейчас, в таком вымаре институтационном, даже для молодежи, прежде всего. Бракует, zdecyдowanie, с тем, что, если chodzi о харцерство, scouting, то я вспомню, только они родилися в моменте браку суверенности. Так, так, еще. А ведь они были очень выразительно скерированы на эту działальность paramilitарную, а дисциплина, такая стрикта востковая, которая была впровадзана в выховании właśnie тем, патриотичным, в этих организациях, так как Товарисло Гимнастичное Сокол, czy Strzeleц, Polskie Дружины Стрzeleцкие, Дружины Бартошовые, то было то эвидентное, что мы идемы, участвуем в этой wspólноте и подготовимы в будущем в будущем до войны. Потом пришло двадцатолеще междувоженное и ци молодежи, которые в дружинах харцерских или скаутовских, тех, которые уже эту волность вывалкали, они были как бы в цени этой Великой Горы, то есть те, которые о эту волность вывалкали и они стали безпосредних для них взорцем и идеалом. Конечно, это был авторитет этого поколения, которое принесло нас через I Увольную и вывалкало неоподлеглость. В двадцатолеще междувоженном так выховани, в таком почувствии патриотизма, сдавали свой экзамен в конце второй волны святовой. Это одна вещь. Могите здесь, что такие организации были нощниками патриотизма, чего сегодня немного бракуя, но хотелось бы верить до вирса, который кс. зацетовал не только до его трещи, но хотелось бы сказать, что история ползки, так бурзлива культура ползки в каждом вымиаре, то те wartoсти są нощником патриотизма и они сейчас в какой способ гарантуют незапомнение прежде всего о ойчизне, в целом отвоевание до культуры, до истории. Конечно, это невозможно сила школы, что может операть на каких взорках, которые проводятся до программ, а то есть вопрос выбору трещи, которые стануют о том выховании патриотичном через лекцию, через антологию патриотизму. То есть kwestия учуcia, то есть kwestия учуcia, то есть kwestия по быту dziecka, по быту молодежи, учня, по просто wraz z nauczycielem, который powinен быть для них взорцем в местах, которые привыкają ему память и вскажут на те osoby, которые niczym от них się не różнили в своем czasie. Поэтому не только богатырые, велцы люди, но и те, которые были обычными шарачками. Их на przykład, если уже мы при этом вонтке таким мастерологичным, война вырвала когось с домом. Был сыном, был мэржем, припусьми, но был обычной постацией. И в pewnем моменте рвуцила его в ситуацию, в которой не был выбору. Мусил ищ, волчил и выполнил свой обувиенок. Но он себя невероятно при этом всем боял. Я велократно, как историк, rozmавiałem с ветеранами II wojны и я очень легко разознаю правдивого ветерана от этого папирowego. Если он говорит, что не боялся, то значит, что он в этом удалу не брал. Но если он говорит, например, что, 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 я виртути милитари достоин, потому что не втринаем психичнее, и взлатаем карабин и полетяем. А за мной ини. Но я уже имел достаточно седения в окопе и болитания с тем, что все было. И если он говорит, что, 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 я его тратую, какого-то, его отзначено, он стает себя каким-то взорцем. Но сколько тысяч людей, которые были zwyклими людьми, которые выполняли по-просто свой облик, по то, чтобы была волность, правда? И сейчас эту волность мы. Мне сейчас кажется, что поврот до таких вонтков walkи, до вонтков облик, назначенных или вымушенных через войну, это немного незразумие для нас, людей, которые выховали в целом, в полном покое, в браке какого-либо загрожения. А даже загрожения, которые становятся гораздо более деликатные и трудные до разнообразования, так на патер, мы в уголе не загорожаем. Хочи о какие-то загрожения с полчасомодом, или с полчасом культуром. Но так мне кажется, что просто не понимаем, мы знаем, может, что-то такое было, но какого-либо какого-либо проживания, отнесения и черпания из этого своих даже чувств, намиетности, как Пан окрести эту милость до ойчизны, где-то трудно. Потому что мы все теоретизировать и все теоретизируем, все говоримы правдные трещи, а за ними не появится то, что самое важное, то есть чувство, то есть отхуманизование некоторых поэнч. Это не не стука выпродуковать множество подрэчников, в которых может познать какую-то поведение поэнча, будет с ними зазнайомить, скро не будет с ними утожсамить. И тут есть этот раздвиг между теорием, которую втлачиваем учениям до голов, и с этого они сдадают экзамены, но экзамену жизненового они могут в этом моменте не это интересный paradокс, что patriоты позволил противотизм. Конечно, что так, срешно поэнтие партиотизму это не только и улучшно милость, это здание справы с того какого-то какие-то konseквенции, то есть огромный закрас обувиозков, который на человеку цианжен. Пропустим, может быть, это не не разумная аналогия, но в неделе были выборы самородовые, или какие-то выборы, которые были сопроводаны в Третье Реще Посполитой. И poziом freквенции, которую мы на этих выборах. Но я попрежам очень, но моим данным, если дошла бы до ситуации, в которой, так как на przykładе Белгии или нескольких краев Европы Заходной проводится обувиозг голосование, пуйся до выборов, то, это будет chyba большинство поражка, которую можно выразить. Потому что так, потому что в этом моменте мы сдаем экзамен именно своего патриотизма. Какий патриотизм, если кому-то не хочет рушить, путь на выборы, потому что пять минут или полгодзины его избавить. Можно таких примеров еще много притачать, но я бы хотел верить до одного стандарного примера, где на wielu почтах стандарных пишет Бук, Honor, Ольчизна. Как мы это сейчас ломтируем, как мы это понимаем, или не это только сухие написы на стандарах, которые где-то усправедливают те отрицетки, но его поэзии даже за трудно, чтобы мы пристали, потому что нужно больше комментариев. Но тут фрагмент поэзии Пана Марьяна Хемара. Он смерл в 1972 году. И каждый день шли мы обо мне так, как прихода мия дрца а Бога в древе не память а ойчызна цодзенне прецеж была свята и она была власть тем чудом на цодзень. Справ, бы встала о власной велкой трудзе. Бяла с нашего жару, с нашей крви червон, бы друго коштовала, друго заплакона, чтобы мы уже видели, как веле есть варта. И чтобы уже на завсэ была в каждой тросце, и уже в каждой чувости, лэку и распачи, бы внук, зродзон, волности, веки, то, что значит быть воным, быть у себя, быть полаком в полццеце. Вдали мне, что этот фрагмент, я только то притоку, быть свободным, быть у себя, быть Полаком в Польше. Это не требует много комментариев. Субтитры создавал DimaTorzok 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 шанownи Państwo, слушатели, только в Катерже Лвовской. А ведь можно себе отнести это тло историческое, которое там было место, и потом следующее, и потом это великое выполнение, выполнение под такую батутом, как пан Кристоф Пендерекский, потому что сам делеговал какие-то, powiedzmy, 160 человек музыкующих и та, powiedzmy, экспрессия и та мощность, и та разпорувнать, powiedzmy, с какой-то дискотекой. Есть это великий контраст, что-то, powiedzmy, такие масовые, на рынках Warszawy, или Лудсток, или какие-то там другие. Я знаю, что это может выкшелать какую-то культуру особистую. А пан, как научитель, может, влажно, пани Луциане, может, я засурую. Патриотизм вписывает как-то в палете ценностей, которая несет споручесная культура, влажно, до людей? Это значит, с самым уверенностью. На pewno тут kwestия порушена через кс. Патера. В музыке молодежной, в споручесной на pewno этой экспрессии, та экспрессия тоже есть, только есть инна. На pewno есть огромная dynamика и на pewno есть огромная сила и глощность, это певно. Но есть особенно трясти. Эстетика, абсолютно вина эстетика, но это эстетика ул. это эстетика ул. на которой молодежь очень часто прибыла и там шука этого тоотворительства, поэтому rap, как родной мутики молодежной, честно слушания, мало того, ривализации разного рода, даже на улицах одного места, или местности под взглядом стилу какого-то, который дана группа та рапова есть в состоянии витворить. Там есть слова. Те слова, они стоят в том, что они имеют тех, которые молодежь имеет. Они не могут быть пустою, потому что слова никогда не могут быть пустою, они что-то выражают. Это часто часто, говорим, крик, волание их, только не для них и только до них. Они просто хотят быть слухани и слухани на свой способ. Затем, если powiedzmy, такой ситуации мяло место, что на audienции у О. Св. Jana Павла II потrafил прийти, он, правда, также танцерцы hip-hopу, правда, и так далее. Значить, что он хотел их зразуметь, услышать то их волание и он их слышал. Ну, доброе, а что это все учит патриотизм? Ну, зависит, какую он трещь приказует. Это очень часто критика того, что они имеют вокруг себя, но критика стосовна до веку. Завтра есть этот конфликт поколений, который всегда был, есть и будет. Это неодзовная часть, как бы, нашего жизни. А не так сегодня, что более модный космополитизм, чем патриотизм. Значить и глобализм, и космополитизм, правда, что они модны, просто они 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 нас отачают и это есть вопрос выбрана, как в том, что нас отача, того, что есть наиболее важное, и спробовать идентификирование себя, пробы идентификации себя, właśnie, с этими нашими важными, потому что, если с одной стороны мы до снижения с такой ситуацией, что молодежь działa в масе, то там масса есть довольно точно не только потому, что она станет силой и силой, а например кибицу дружин, разного рода пиукарских, которые выразнее идентификуют с какими колорами и symbolами. Также постала кибицу например полской дружины народной. За chwilę wrócим еще до этого вонтку. Мамы телефон. Счасть Боже, кс. Макий Герулак. Кого витам? Не Без похвалан Витам Сердечно. Слухом вашей аудиции на темат patriотызму и ойчизны. Бардо пиукне слова, bardzo взносле. Дуже в аудиции есть на темат того, что уже было, а очень мало на темат того patriотызму и ойчизны, которая есть сейчас. Ведух мне ойчизна и patriотызм это не только приклады великих людей, которые жили давно, 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 которые отдали свое życie. Взнам прежде всего так, но вгг мне ойчизна и patriотызм это прежде всего жизни шарых, обычных людей. Потому что ойчизна это не только Россия, президент, премьер, конституция, только это люди, которые живут обоих нас. Каждый из нас посида родину, которая есть в pewnем смысле ойчизна. И может именно это наша ойчизна. ТОРМ, которые в какой-то способ мотевуют нас patriотически. И всегда, когда мы молимы в intenции наших родителей, это как бы мы молили за нашу ойчизнэ. И это так, как бы мы выполняли patriотичный обвязок. Коколик делимы, в нашей родине, в соседстве, в местности, в которой мы живем, в закладе праздной, в школе. Это это сегодня патриотизм. И это очень сейчас говорит, потому что мало было на теме, в этой аудиции, очень мало на теме, в какой способ формовать патриотизм сегодня. Потому что слышал, что через интернет есть опызнение этого. Не слышал слов на темат кштаутования этого патриотизма в школах. Шацунку до flagи, до годла народного, до крыжа. Бук, хонор и ойчизна это вред мне три слова, которые себя досконально узуполняют. Одно без другого и без третьего не может функционовать, не может исцнеть. Я это все так разумею. Очень дякую. Можно представить еще на конец? Student я с скобылан. Дякую большое. Дякую. 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 Co prawda myśmy nawiązywali do tych wątków szkolnych, jak szkoła może kształcić patriotów i tak naprawdę trudno jest znaleźć jedną receptę, trudno jest znaleźć przepis, który by jednak był odpowiedzią na wyzwania dzisiejsze bo jednak zapotrzebowanie patriotyzmu jest ogromne natomiast jak wyjść naprzeciw tego ciągle z takim chyba problemem nieudolnie podejmowanym przez nas jako Polaków nie tylko przez instytucje szkoły nie tylko przez kościół nie tylko przez rodzinę my widzimy pewne zagrożenia widzimy pewną nieudolność funkcjonowania nawet i rodziny w kwestii patriotyzmu ale jednak mimo wszystko stwierdzamy bo jednogłośnie że ten wysiłek mimo wszystko gdzieś jest prawda to znaczy mi się wydaje że myśmy jednak o tych kwestiach współczesnego rozumienia patriotyzmu mówili dosyć dużo tylko i na początku i później również na pewno jest chęć ja wrócę akurat do tego wątku który zacząłem jeżeli chodzi o kibiców identyfikowanie się bo tutaj właśnie radiosłuchacz wspomniał o kwestii szacunku dla flagi dla godła narodowego jak najbardziej czy do hymnu ale właśnie one wychodzą szczególnie przy takich imprezach masowych raptem widzimy na przykład kibiców polskiej drużyny piłki nożnej wspaniale prawda wystrojonych w barwy narodowe z orłami na piersiach powiewające flagi mało tego jeżeli jest kwestia hymnu wszyscy stoją i śpiewają no i okazuje się że oni ten hymn znają może nie wszystkie zwrotki może nie wszystkie zwrotki ale wydaje się nawet że chyba kibice są najczęściej śpiewającą grupą hymn narodowy w naszym narodzie nawet zdawać się mogło że przywłaszczyli sobie pewne symbole narodowe oczywiście pytanie jak to robią i w jakim często są w stanie jeżeli to robią natomiast to jest pytanie o patriotyzm oczywiście że tak ale jest utożsamianie się i bardzo silna identyfikacja właśnie z tymi zewnętrznymi oznakami patriotyzmu jakimi są barwy narodowe jakim jest godło narodowe i to jest oczywiste natomiast jaka za tym idzie głębia czy pojęcie Bóg honor ojczyzna czym spuentował zresztą radiosłuchacz tą swoją wypowiedź czy one znalazły swoje miejsce na przykład w szkole czy znalazły miejsce w rodzinie czy znalazły miejsce właśnie w zakładzie pracy wśród nas wszystkich no to jest kwestia jednak nasza indywidualna w szkole to na pewno tak oby nie w sposób sztuczny zrobiony prawda wprowadzony gdzieś tam w ramach programu jakiegoś wychowawczego i tak dalej i oby nie pozostawało na piśmie w rodzinach no tu jestem bardzo bardzo ostrożny to jest to jest kwestia ogromnej pracy i to jest kwestia uczucia wychowania właśnie i zmiany jak gdyby postawy samych rodziców wykazania większego zainteresowania dzieckiem i po prostu bycia razem z nim no i kwestia wszystkiego pozostałego prawda czyli na przykład stosunku władz państwowych do podtrzymania idei tradycji ja przypomnę tylko że pomiędzy pierwszym a trzecim maja jest dzień drugiego maja prawda i dzień flagi i jak często właśnie nasze miejscowości wyglądają smutno w tym dniu kiedy flag nie ma tak jakby to był wstyd czy jakaś no nie wiem porażka dlaczego mam flagę wywieźć a bardzo często okazuje się że tej flagi po prostu w domu nie ma pozory być może być może bardzo zewnętrzna kwestia tego patriotyzmu ale przecież gdyby to dziecko na przykład szkoła uszyła flagę zrobiło się akcję w szkole w której wszyscy szyją flagę i to dziecko przynosi flagę do domu mniej czy lepiej uszytą i wywiesza ono się już będzie z tym utożsamiał bo to jest jego flaga przez niego zrobione i może ojciec na to nie zwrócił uwagi ale to dziecko zacznie w tym wypadku traktować tą flagę jako własną świętość prawda jako relikwię czy nie jest dzisiaj tak że często patriotyzm ma naleciałość rozumienia nacjonalistycznego i często patriotyzm dzisiaj używany kojarzy się z nacjonalizmem bo często tymi hasłami szergają grupy bardzo radykalne często tak kojarzone i nawet tak przedstawiane przez media nie weszło do takiego kanonu rozumienia patriotyzmu dzisiaj jako nieodłącznie z nacjonalizmem może pan profesor ja bym nie miał takiego odniesienia ale jeszcze do tamtej poprzedniej wypowiedzi panie Lucjanie i równocześnie w odpowiedzi nie żebyśmy się usprawiedliwiali bo i tak wszystkiego się nie przybierze w tej dzisiejszej audycji czyśmy nie mówili o patriotyzmie na dziś a ten fragment proszę pana kiedy pan profesor historii powiada jakby było dobrze gdyby babcia czy dziadziu wzięli wnuka i przeszli się przez miasto przeszli na cmentarz ukazali to i tamto po mieście przeszli ukazali piękne tablice a nie ma ich naprawdę aż to znaczy jest ich sporo i jest ich niemało choćby nawet i w naszym mieście Przemyślu i jest kilka pięknych pomników które nie są zawsze szanowane no nie są szanowane prawda aż się powiedzmy prosi żeby ten odzyw w tym kierunku drogi przyjacielu nasze słuchaczu dziękujemy za to powiedzmy dopełnianie bo to jest współtworzenie takiej audycji a weźmy jeszcze weźmy jeszcze taką powiedzmy sprawę przedział jak kultura osobista języka tu było powiedziane przez pana profesora prawda polskie flagi polskie orły prawda i na czapkach i na piersiach a potem a potem gdy się wychodzi ze stadionu a potem rozbijane krzesła i całe demontowanie potem przejście przez ulicę i zbijanie wystaw i tak dalej i w tym no proszę proszę odnieść ojciec na to też dobro wspólne to jest dobro wielkie dobro wspólne i odpowiedzialność za to dobro to jest ten nasz dom rodzinny od tego nie odchodzimy i naprawdę stójmy jak najmocniej na gruncie że patriotyzm to jest dom rodzinny kultury religii tradycji i naszych różnych osobistych księże tak mnie korczy zadać to pytanie bo przecież ojciec urodził się w miejscu które kiedyś było Polską dziś nie należy do Polski małopolska ja nigdy nie mówię że jest gdzieś tam gdzieś tam tylko małopolska wschodnia drugiej rzeczy pospolitej Polski nie przestaje to być tak trzeba być trzeba właśnie odczuć to ja wspomniałem w pewnym momencie wartość wartość ziemi ojczystej wartość ojczyzny wartość domu rodzinnego szanowny panie i szanowni wszyscy słuchający nas dzisiaj jak przyjdzie się jak przyszedł jak przychodziłem wiele razy i patrzę nie ma domu rodzinnego został rozebrany nie ma kościoła naszego został rozebrany tam na wschodzie bo jestem przesiedleńcem za grudkiem jagiellońskim nie ma szkoły do której się chodziło i wiele innych prawda nie ma więc teraz pytanie właśnie jak to można odnieść do tej prawda sprawy umiłowania umiłowania a jednak prawda w sercu pozostaje to głębokie uczucie właśnie w odniesieniu do ojczystwa jeszcze jedno chciałbym poruszyć bardzo krótko ponieważ wszyscy politycy używają tego hasła patriotyzm nie wnikam jak oni je rozumują natomiast gdzie leży taki punkt ciężkości patriotyzmu jeśli dzielimy scenę polityczną na prawice lewicę na konserwatywnych liberalnych którzy mają większe prawo do posługiwania się hasłem patriotyzmu i którzy świadczą przede wszystkim którzy świadczą o tym bardziej może tak jak to lekarze mówią pierwszą rzeczą nie szkodzi prawda a więc jeśli jeśli ugrupowania nie biorą pod uwagę odpowiedzialności za społeczeństwo za dobro społeczne za przyszłość polskiego narodu narodu bo to trzeba powiedzieć nie obywateli drodzy państwo gdy nas słuchacie ciągle teraz już odwołuję się bo to jest ważna rzecz nie obywateli bo obywatelem może być każdy inny który przyjdzie i otrzyma tutaj powiedzmy w dowocie osobistym że jest obywatelem polskim natomiast naród polski być Polakiem to jest właśnie ogromny ważne naprawdę ważne ja bym może jeszcze na koniec tak zacytował naprawdę bardzo taka charakterystyczna krótka ta poezja Bryla Ernest Bryl może właśnie jakoś dam radę jeszcze odczytać trochę Boże weź ziemię moją jak listek zmarznięty i ogrzyj ukryj w swoich dłoniach świętych może się jeszcze z lodu do życia odwinie i w żyłach rzek nadzieja a nie krew popłynie może znów wisła będzie wisłą a nie blizną może się nam ojczyzna zrośnie z ojcowizną i to co dobre w kraju dobrym będzie w domu Boże ogrzej oddechem ten listek skulony niechże się jeszcze chwilę po zieleni Boże wydobądź nas z cienia jesieni Ernest Bryl Tak Nie brakowało i poezji nie brakowało i faktów historycznych ale najważniejsze w tym wszystkim jest chyba nasza świadomość historii Chciałbym tak puentując naszą rozmowę o patetyzmie która na pewno nigdy nie będzie dokończona dopóki Polska będzie na mapach świata i dopóki Polska będzie istnieć i każdy ma tutaj prawo wypowiedzieć jakieś zdanie jeśli tylko w sercu nosi własną ojczyznę Chciałbym zacytować listę Episkopatu Polski z 72 roku Prawdziwa miłość do ojczyzny opiera się na głębokim przywiązaniu miłowaniu tego co rodzimy niezależnie od czasu i przestrzeni Siłą twórczego prawdziwego patriotyzmu jest więc najszlachetniejsza miłość I cho człowiek stawia wartości ojczyste bardzo wysoko to jednak wie że ponad narodami jest Bóg który jedyny ma prawo do tego aby ustanawiać najwyższe normy moralne niezależnie od poszczególnych narodów Stąd chrześcijańska miłość do ojczyzny to nie tylko troska o jej najwyższy rozwój gospodarczy społeczny kulturalny ale także o rozwój duchowy i religijny dlatego właśnie patriotyzm pozostanie dla nas zawsze jakimś wyzwaniem i na pewno nie jest to patos społeczny ale nas zbiorowy obowiązek dlatego jeśli chodzi o patriotyzm musimy sami od siebie wymagać w kulturze języka w znajomości historii trzeba widzieć jak wygląda nasza ojczyzna i przede wszystkim uznawać nie tylko autorytety historyczne i tych którzy uczą nas patriotyzmu ale przede wszystkim za najwyższy autorytet uznać naszą ojczyznę bardzo serdecznie dziękuję dzisiaj moim gościem przypomnę że był nim ksiądz Tadeusz Pater i pan Lucjan Fats bardzo serdecznie dziękuję wszystkim radiu słuchaczom i zapraszam za tydzień na kolejne spojrzenia szczęść Boże dziękuję szczęść Boże dziękuję rośnie nam pejzaż za pejzaże ziemia co chwilę zmienia twarze pejzaż za wiły jak poemat a temat taki zwykły temat pejzaż horyzontalny horyzont różny niebanalny człowiek jak stwórca nieobliczalny pejzaż horyzontalny horyzont różny niebanalny człowiek jak stwórca nieobliczalny nieobliczalny pejzaż nieobliczalny nieobliczalny człowiek jak człowiek jak stwórca nieobliczalny pejzaż horyzontalny nieobliczalny szitorowski nikał półtorak maryna barfu stresek szczerwa adam mosłomański słowek werny robert kobrzyk mariusz pędziołek dziękujemy bardzo dziękujemy